Стоит немножко посмотреть по миру на монументы древности, такие как, например, в Сирии. Там 70 мертвых городов, которые до сих пор в Сирии, они называются города Атлантов. Надо посмотреть на египетские пирамиды, на Луксор, на все эти вещи, да на мексиканские пирамиды, да на те невероятные постройки в той же Греции, на тот же лабиринт Минотавра, на те же невероятные остатки городов в той же Ливии, в той же Турции, эти подземные города на Мальте и тому подобное везде и всюду по миру. Ну уж не говоря о великом Баальбеке в Ливане, в Ливане, где находятся монументы по две тысячи тонн, и только один английский кран может это приподнять. Вы понимаете? Все это было каким-то образом построено. Не очень умные археологи объясняют все это тем, что древние люди вырыбали каменным топором. Здесь-то понимать надо. Вполне естественно. До нас была предыдущая цивилизация Атланты, как описано о всех религиях тибетских. Там все написано прямо. И они жили в другом мире, в мире заклинаний. Вот этот мир заклинаний был, он очень силен. Это божья энергия. Они шепчут, что-то, что-то попадают в резонанс, крутятся за счет этого третьего глаза, вот эти все фрезы, которые все режут и тому подобное. Там была другая энергетика. Там не нужно было иметь нефть и газ. И поэтому вот в эти, этот мир заклинаний его в какой-то степени пытались использовать умы и того же нашего НКВД, и тоже гитлеровской АННРП. Потому что они-то понимали, что там заложена огромная сила. Субтитры создавал DimaTorzok